Жилища двух семей, сооруженные из костей мамонтов, 15 тысяч лет назад вызывают самые острые ощущения даже у посетителей, которые бывали в лучших музеях мира. В этом признался в свое время советский исследователь и телеведущий Юрий Сенкевич. Как сделали руки 15 тысяч лет назад этих людей, так все находится на том же месте. То есть мы можем судить по их разуму, как они могли жить. Археологический памятник в Юдиново располагается на 3,5 гектарах. Чтобы раскопать два жилища, ученые из Ленинграда в середине 80-х работали 4 года. Сняв двухметровый слой глины, археологи показали миру дома кроманьонцев на фундаменте из черепов мамонтов. Теперь мы можем рассматривать творения доисторических людей. Это бивни, это ребра, которые достигали до полтора метра. Они связывали их ремнями со шкурой мамонта, получился каркас. Затем этот каркас укрывали, утепляли шкурой мамонта. Ведь если представить, какая шкура мамонта, средний его волосок 50-60 сантиметров. По инициативе губернатора Александра Богомаза музей палеолита будет реконструирован. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Работы запланированы на три года. В региональном бюджете на все этапы выделяется 60 миллионов рублей. В стоимость входят и изыскательские работы. Это наследие не только Погарского района, не только Брянщины, и не только Российской Федерации даже. Я думаю, что это заслуживает внимания и всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому под большим-большим впечатлением. Но, конечно, нужно это сохранять. Николай Алексеенко признался, что тема археологических раскопок ему очень близка. Это одно из направлений его основной работы. Прежде чем начать инженерное изыскание, компания, которой он руководит, проводит археологические. И, конечно, эксперт Общероссийского народного фронта не мог остаться равнодушным к истории небольшого села, которую бережно хранят в залах местного краеведческого музея. Все экспонаты подлинные. Нижняя челюсть принадлежала трагантериуму слону, предку мамонтов и современных слонов. От каменного века до первых поселений славян, охрана рубежей Российской империи, героизм и самоотверженность в бою и труде в советское время – все это история Пагарского-Юдинова. Экспонаты собраны и переданы музею местными жителями. Коллекция формируется 36 лет. Вам необходимы электронные устройства для того, чтобы что-то там архивировать, фотографировать. И, ну, вот, в дар музею для эксплуатации ноутбук. Спасибо. В музейный комплекс села Юдинова помимо знаменитой палеологической стоянки входит несколько краеведческих залов, картинная галерея. Всего более 11 тысяч экспонатов. Сейчас местные музееветы как раз составляют электронный каталог с описанием. Так что подарок эксперта Общероссийского народного фронта Николая Алексеенко очень кстати. Наталья Будник, Алексей Рязанцев. События из Пагарского района.